Всем привет, друзья! Я Евгений Романенко. Это анонсы криптомероприятий на моих каналах. Украина в последнее время очень нас сильно радует. Вот вчера буквально там прошло целое заседание между чиновниками и представителями криптоиндустрии. Даже Binance уже выразил свое стратегическое желание сотрудничать, чуть ли не представительство ее открывает. И сегодня у меня в гостях один из авторитетнейших организаторов криптомероприятий в Украине. Это Антон Кабринец. Девятый раз уже в декабре этого года. Он проводит кейс-блокчейн-форум. В прошлом году я имел честь быть ведущим этого форума. И сегодня мы попытаемся с ним выяснить, что же происходит в Украине. И чтобы, в частности, на форуме... Антон, приветствую тебя и благодарю за эту возможность выяснить подробности происходящего в ваших краях. Приветствую, Евгений. Действительно, вот ты полностью правильно понимаешь весь фокус и все происходящее у нас в данный момент. Действительно, Украина, можно сказать, воспрянула духом. Новая власть хочет как можно больше цифровизации, как можно больше нововведений привнести. И, конечно же, технология блокчейна и вообще криптоиндустрия является стержневой в этом тренде. И действительно, там и вчера, ну на самом деле это не единственное мероприятие, а уже ряд мероприятий, вот даже за последние 30-50 дней прошло. Люди обсуждают законодательство, обсуждают, что изменить, что сделать приятного рынку. И мы об этом всем хотим говорить на нашем девятом уже форуме. Девятый раз, это, по-моему, старейший крипто-ивент в Украине, если я не ошибаюсь. Все известные мне коллеги делали меньшее количество раз. Старейший ивент с 2015 года мы проводимся. И также, ну как бы, фишечкой является то, что это первый ивент, где в названии упоминается слово блокчейн. Это вот факт медицинский. Так, что ты приготовил на сей раз по программе, по традиции представителей государства, ну как же без них, будут участвовать депутаты, спикеры. Давай с них начнем, кто от них будет и что они поведают нам 18 декабря. Ну смотри, тут дело в том, что в Верховном Совете, да, в парламенте нашем образовалось межфракционное объединение из 50 депутатов. Причем глава, да, этого объединения и вообще, ну, драйверы основные, да, они постоянно говорят о том, что есть мощность по увеличению этого сообщества, крипто-сообщества депутатов, там, до 70 и более человек. Вот поэтому мы ожидаем как минимум главу этого объединения Алексея Жмирнецкого, как максимум нескольких представителей, возможно, кто-то будет из министерства. То есть это вот программа минимум в данном случае. А как вообще украинское государство понимает цифровую трансформацию, целое министерство цифровой трансформации, например, и министр существует? Удалось ли тебе понять, что именно в головах? Скажем так, вернее, сформулирую вопрос так. Мысль у них дальше возможного налоговложения стремительно развивающейся индустрии куда-то дальше идет или пока на этом только остановилась? Ну, это не сказуем. Смотри, здесь я могу сказать очень четко, основная мысль ее сформулировал вот сам министр, по сути, цифровой трансформации Федоров. Он сказал, что его цель глобальная, большая, это сделать государство удобным сервисом в смартфоне. То есть смысл в том, чтобы человек перенес максимум документов туда. Ну, вот активно обсуждаются вопросы там электронных прав, чтобы можно было показать полисмену просто смартфон как бы и подтвердить свои права. Потому что, опять-таки, цифры говорят, что за прошлый год Украина собрала 70 миллионов гривен штрафов от людей, которые, например, забыли права дома. Вот, им пришлось платить штраф. Смысл этой идеи перенести как можно больше сервисов, то есть вот взятие справок, различных подтверждений, это все должно быть в телефоне. То есть, по большому счету, это и есть фокус и большая цель данного министерства. Каким образом в данном случае блокчейн здесь может быть задействован? Это перенесение реестров, прежде всего государственных, на блокчейн, либо, ну, что-то среднее, когда, допустим, блокчейн может быть распределенным среди государственных предприятий, а, например, либо часть реестра будет вынесена там в сеть узлов для нотариусов, да? То есть у нас достаточно широкая сеть, как бы, и можно часть прав передать им по верификации, там, например, не знаю, токенизированного бизнеса. Допустим, если кто-то выпускает токены, да, то есть делается смарт-контракт, основатели такого предприятия могут прийти к нотариусу. Нотариус, наделенный правами государства, может подтвердить это. Ну что же, звучит, в общем-то, понятно, предскажу его, что, как вы содержали, можно, конечно, разбираться воочию, разговаривающими непосредственно, собственно, для этого мероприятия и делать удобное место, где можно в лицо задать им вопросы. Какие еще темы, кроме столкновения государства и блокчейна, планируется обсуждать на 9-м чинском блокчейн-форме 18 декабря? Цифровая регистрация, опять-таки, интеллектуальной собственности в блокчейне государственном и нет. Темы по токенизации бизнеса, потому что, как бы, то, что началось с 17-го года, да, формат меняется, классическая ICO умерла, значит, уже умерла и IEO, на самом деле, или умирает, как бы, как говорят некоторые представители рынка, вот, но токенизация не умирает, дело-то в том же, вот, поэтому новые форматы и аспекты токенизации будут обсуждаться, прежде всего будет несколько докладов, вот. Также ожидаем блокчейн-арт, вот, не секрет, что всякие креативные сферы, касающиеся и блокчейна в том числе, сейчас довольно-таки популярны. Вот, по сути, основные фокусы нашего формула. Ну что же, звучит фундаментально, и самое главное, хайпом тут не пахнет, а хайпом мы уже устали, пора переходить к серьезному. И это очень ценно. Кому и почему, Антон, следует посетить 18 декабря в Киеве 9-й Киев блокчейн-форум? Людям каких типов активности, занятостей, куда смотрящим все твои рекомендации? Ой, я скажу сначала традиционно, то есть всем интересующимся, всем, кто любит крипту, так или иначе зарабатывает на ней или работает в этой индустрии. Но если вот более конкретно, да, сформулировать, я сказал бы, что наш event будет полезен прежде всего тем, кто хочет работать легально, хочет охотиться именно за белыми деньгами, хочет токенизировать свой бизнес грамотно, профессионально, и получить при этом минимум проблем от представителей власти, в том числе недобротворительных. Но на самом деле это и есть наша целевая аудитория в данном случае. Антон, а если вы ищете этой зимой способ понять, что на самом деле происходит в Украине с точки зрения регулирования и взаимодействия государственной крипты, и куда движется крипта, и в целом, значит, правильное место в правильное время, то обратите внимание на Киев блокчейн-форум в девятый раз, ответительнейший event, проходящий уже на территории Украины в Киеве, 18 декабря 2019 года, ссылочка на ВН в описании, и давайте встречаться и понимать, куда движется та страна-сосед, и приезжайте в Украину из других стран. Страна имеет все шансы стать весьма прогрессивной на постсоветском пространстве, а у всего государственного мира нет шансов остаться в стране. Кто-то будет остающим, а кто-то будет впереди. Вот как впереди вот каждая страна, и полезно понимать, изучать опыт. Антон Ковринец, Евгений Романенко, анонсы криптомероприятий. До встречи, друзья!